Всем привет! С вами канал Морозлайф. В сегодняшнем видео поделюсь последними новостями из Чехии. В Южной Чехии растет число украинцев, инфицированных коронавирусом. Именно такие новости появились у нас на выходных в Чехии. По словам гениста, в Южно-Чешском крае увеличивается число иностранцев, особенно украинцев, с коронавирусной инфекцией. Они приезжают в Чехию на работу, поэтому работодатели должны требовать у иностранных работников из определенных стран наличие отрицательного теста. Такая вот новость была на выходных и очень стало интересно, что же там в реальности происходит в этом южном регионе Чехии. В последние дни мы видели случай положительного результата теста у иностранных рабочих и членов их семей в Южной Чехии, которая по-прежнему является регионом с самым низким относительным и абсолютным уровнем заболеваемости COVID-19 во всей Чешской Республике, сказала директор региональной гигиенической станции Кедослава Котрубова. В настоящее время в регионе насчитывается 16 положительных пациентов с COVID-19. По состоянию на 9 июля было добавлено еще 10 новых инфицированных, более половины из которых были украинцами. В последний случай был зарегистрирован южно-чешскими гигиенистами в субботу, в эти выходные, которые прошли. Это был мужчина украинской национальности, который по прибытию в Чешскую Республику сдавал тест как самоплательщик. То есть аналогично, как я сам попросился, приехал и сдал тест. Теперь он останется в домашней изоляции в районе Таба, сказала Котрубова. Проблема с иностранными работниками заключается в том, что хотя они работают в Чешской Республике, они могут навестить свою семью на родине. Там они заражаются и возвращаются в Чехию. Поэтому я обращаю внимание южно-чешских работодателей на обязательство требовать отрицательный тест на COVID-19 у иностранных работников из отдельных стран с понедельника 20 июля. Результат теста должен быть не старше 4 дней, и это обязательство распространяется на граждан Румынии, Болгарии, Португалии, а также на граждан третьих стран, не входящих в зону ЕС, таких как Украина, объясняет единист Котрубова. Ребята, что значит вот эта ситуация? Те работники, у которых есть долгосрочное пребывание, ВНЖ, могут ездить в Украину в отпуск. Украина, как знаете, сейчас отменила красную зону, так сказать, со стороны Чехии. То есть можно заезжать и без всяких самоизоляции и тестов. Но назад обязательно нужно явиться в Чехии уже и сдать здесь тест. С этим тестом уже, как было у меня, я лично никому не давал этот тест, меня никто его не спрашивал, это было и в начале июля. А уже здесь, сейчас 20 июля, хотят ввести обязательное правило, предоставлять этот тест и работодатель будет его требовать. Интересно в реальности, как будет происходить, конечно, эта вся процедура, будет ли это работать. Поэтому хочу, чтобы вы поделились информацией, кто работает в Чехии, оставили информацию в комментариях, как реально у вас происходит в Южно-Чешском крае, Средне-Чешском, по всей вообще Чехии, реально это актуально или нет. И я сразу же проверил эту информацию на сайте Министерства внутренних дел Чехии, где сказано, что министр здравоохранения утвердил новую защитную меру. С 20 июля 2020 года работники из Болгарии, Румынии, Португалии и стран с низким уровнем риска будут обязаны сдавать отрицательный ПЦРТ своему работодателю, если они провели как минимум 12 часов в любой из этих областей за последние 14 дней. Этот тест необходимо сдать в Чешской республике, если они этого не сделают, им не разрешат войти на рабочее место. Так что такая вот новость, Украина в этом списке, есть проблем, как говорится, поэтому нужно поделиться и понимать, как это в реальности будет работать или не будет работать. Хочу еще напомнить о втором моменте, на нашем канале появилась опция спонсорства. Эта опция не означает, что здесь нужно всем обязательно подключиться, это доброжелательная опция, то есть хотите подключайтесь, хотите не подключайтесь, при этом общение с вами никак не поменяется, то есть все останется на высшем таком же уровне, как и было. Преимущество спонсорства это еще больше индивидуального общения, еще больше мотивации, еще больше развития нашего канала и взаимовыгодных условий для всех нас. Еще хотел бы вас попросить, чтобы вы поделились своим мнением по этому поводу, что думаете вообще о спонсорстве, классная эта штука или нет, а также поделиться информацией о ваших регионах, где вы сейчас пребываете в Чехии, какая у вас ситуация с эпидемией, требует у вас ли при возвращении с отпусков тесты на коронавирус, и вообще в общем как происходит вся эта процедура. Так что делитесь, это очень будет интересно и важно для всех нас, для всего нашего общества. Ну и хочу напомнить всем, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставим лайки, делимся этим видео и общаемся в комментариях. У меня на этом все, с вами был канал Maros Live, всем удачи, всем пока!